Добрый день, уважаемые коллеги! На связи Давид Резайкс, основатель Национальной ассоциации электронных брокеров. У нас сегодня 12 мая 2018 года. Хочу показать вам, как мы участвуем в электронных торговках. У нас сегодня стоит задача выкупить один из лотов для нашего инвестора. Мы сейчас на площадке, которая называется региональная торговая площадка по продаже имущества должников в деле о банкротстве. Итак, с чего мы начинаем? Во-первых, у вас должна быть аккредитация на данной площадке. У меня аккредитация есть, я сейчас нахожусь в личном кабинете. Вот тут вы можете увидеть Резаев Давид Викторович, мой профиль. И у вас должна быть для этого электронно-цифровая подпись. Моя электронно-цифровая подпись уже установлена и стоит в USB гнезде. Для того, чтобы нам проверить ее, а это нужно сделать обязательно, мы переходим по ссылочке, которая у нас есть с левой стороны. Вот тут у нас есть кнопка «Проверить электронную подпись». Обязательно перед участием в торгах это делаем. Окей. У нас всплывает окно для проверки подписи. Нажимаем «Подписать». Площадка проверила корректность подписи. И у нас тут отобразили соответствующие записи. Электронная подпись успешно создана. Корректность подписи подтверждена. Отлично. Все. Далее мы участвуем в торгах. Я сейчас перешел в торговую процедуру. У нас тут должник ОАО «АУС», а именно «Ангарское управление строительства». И номер торгов 1922 ОТПП. У нас стоит задача выкупить ряд лотов для нашего инвестора. У данного должника, обратите внимание, больше 150 лотов. И один из лотов у нас стоит задача выкупить. Это лот номер 133. Это коллектор напорный. Коллектор напорный, хозфискальный. Инвентарный номер 107.30. Я уже вижу комментарии. «Зачем вам напорный, хозфискальный коллектор?» Уважаемые коллеги, мне он ни к чему. Нашему инвестору нужен. Инвестор платит за это деньги. Нашу задачу выкупить. Итак, для того, чтобы нам выкупить и для того, чтобы нам поучаствовать в торгах, мы нажимаем на кнопку «Подать заявку на участие в торгах». Мы входим в период, где цена 2884. И мы, собственно, будем ставить свою цену. Цена будет чуть-чуть больше. Итак, уважаемые коллеги, начинаем участвовать в торгах. Для этого нам необходимо подать заявку на участие в торгах. Мы кликаем на данную кнопочку. Система нам просит подтвердить нашу безопасность. Мы подтверждаем. Далее мы кликаем на кнопку, ставим галочку «Обязуй соблюдать требования, указанные в сообщении проведения торгов». Тут уже система подтянула мои личные данные, а именно фамилии, имя, отчество, местожительство, контактный номер телефона и ДНН, адрес электронной почты. Это как раз тем данные, которые вы даете при аккредитации на той или иной площадке. Далее у нас задача. У нас задача прописать фразы по заинтересованности. Я тут обычно пишу «Заинтересованности нет». «Сведения об участии в капитале заявителя». Это также пишу «В капитале не участвую». Я обычно пишу такие фразы. Дальше у нас с вами задача подгрузить все оставшиеся документы. У нас тут площадка подтягивает все документы, которые вы загружали до этого. Я обычно их удаляю и загружаю все новые документы. Первый документ – это копия документов удостоверяющих личных. Окей. Кликаем по данной кнопке. У меня тут на рабочем столе есть папка «133 кило». Загружаю сначала паспорт. Подписать. Подписываем. Супер. Паспорт подгрузился. Подписание прошло. Загружаем документы дальше. Следующий документ – это заявка на участие. Я вам обязательно ее сегодня покажу. Давайте пока загрузим все документы. И я вам дальше расскажу по заявке конкретно. Так. Третий документ мы загружаем. Далее. Четвертый документ – это платежное поручение. Документ, подтверждающий внесение задатков для участия в торгах. В данных торгах задаток был, если не ошибаюсь, 115 рублей всего лишь. И пятый документ мы загружаем. Это договор о задатке, который мы скачиваем с электронно-торговой площадки. Ок. Все документы мы подгрузили. Они подписались. Дальше нам нужно поставить цену. И, в принципе, ввести код подтверждения, капчу и отправить заявку. Давайте мы сначала, уважаемые коллеги, перейдем к вам к нам в документы. И я вам хочу показать, как выглядят документы у меня на компьютере. Вот у меня тут есть отдельно созданная папка «Лот-133», «Должник ООО «Аус». И вот видите, пять документов. Я обычно пронумеровываю все документы, чтобы, ну, во-первых, это удобство личное для меня. Во-вторых, удобство для конкурсного управляющего, который будет проверять вашу документацию аукционно. И, увидев он пронумерованные документы, поймет то, что вы человек, как минимум, аккуратный. У вас все дисциплинировано. И он, в принципе, это будет для него первый такой сигнал, то, что вы в торгах эксперт. Итак, давайте мы с вами рассмотрим заявку. Давайте я вам покажу, как выглядит заявка. Заявка обязательно должна соответствовать требованиям федерального закона 127. Тут обязательно должны быть личные данные. Данные о должнике, данные о лоте. Я обычно также указываю график снижения цены. И указываю, в каком периоде я заявляюсь. Также мы тут видим размер задатка. Размер задатка и так далее. И я обязательно указываю свое ценовое предложение. Я ставлю цену 3333. Все троечки. Обязательно указываю реквизиты для возврата задатка, если мы не выиграем данную торговую процедуру. Собственно, как-то так. Итак, уважаемые коллеги. У нас с вами остался последний шаг. Это поставить цену. Ставим 3333. Нажимаем код подтверждения. 458245. И нажимаем подписать и отправить заявку на участие в торгах. Последнее действие буквально. Все. Мы в торгах поучаствовали. Заявку загрузили. Отправили. Подписали. И нам пришло оповещение. Подписана электронная подписью Резаев Викторович. Ваша заявка на участие в торгах зарегистрирована. Дата и время предоставления 12.05. Время 17.33. Заявки присвоим номер 6456. Также, уважаемые коллеги. Вам должно прийти оповещение на адрес электронной почты. Который зарегистрирована данная площадка. Все, уважаемые коллеги. На этом мы с вами прощаемся. На этом мы с вами прощаемся. По результатам торгов я, естественно, также запишу короткое видео. И мы смонтируем два видео в одном. Ждите дальнейших новостей. Всем хороших торгов. Всем пока. Итак, коллеги. Мы поучаствовали с вами в торгах. Сегодня у нас 14 число. Пришли результаты данной торговой процедуры. Мы участвовали в лоте номер 133. Давайте мы его найдем. Вот данный лот 133. Мы покупали здание и сооружение, не включено в другие группировки. Это коллектор напорных, постфискальный. Запрос был у инвестора его выкупить. И давайте посмотрим, что же у нас в итоге-то вышло. Для того, чтобы посмотреть результаты торгов, мы спускаемся в самый низ сайта. И у нас тут есть вкладка приложенные файлы. Кликаем на нее. Открываются все документы. И мы ищем свой лот номер 133. Вот как раз-таки последний файл. Это оно и есть. Кликаем на него. Открываем. Ждем пока система его погрузит. Так, и мы сейчас с вами открыли протокол о результатах торгов. Давайте мы посмотрим, что же у нас тут. По данному лоту была единственная стоявка. Это от меня, Резаев Давид Викторович. И победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов Резаев Давид Викторович. Вот, коллеги, собственно, вот так вот и выигрываются торги. Увидимся с вами в следующих видео. Большое вам спасибо. Всем пока и до новых встреч. С вами был Резаев Давид Викторович. С вами был Резаев Давид Викторович, основатель Национальной Ассоциации Аукционных Брокеров. Продолжение следует...